Итак, в этом видео о премиальном рамном автомобиле Infiniti QX80. Теперь в автомобиле установлены полностью светодиодные адаптивные фары. Гарантия от сквозной коррозии 12 лет, так как используется гальваническая оцинковка кузова. Размеры автомобиля немаленькие. Длина 5 метров 34 сантиметра, ширина 2 метра и 30 сантиметров, высота 1 метр 92 сантиметра и клиренс 23 сантиметра и 4 миллиметра. Двигатель в автомобиле бензиновый V8 объемом 5,6 литра на 405 лошадиных сил. Он очень надежный. Разгоняет он 3,5 тонны автомобиль за 7,5 секунд до сотни. Работает с автоматической коробкой передач на 7 ступеней. Бак установлен на 100 литров и расход ориентировочно 15 литров средний и по трассе около 11 литров. И привод, конечно же, полный, но не постоянный. По умолчанию автомобиль заднеприводный и при пробуксовке задних посредством муфты подключается передняя ось. В салоне, конечно же, используются качественные материалы. Натуральная кожа и дерево. Имеется электропривод сидения и руля. Подогрев, вентиляция. В общем, все, что нужно для премиального передвижения. Память сидений на двух водителей. Вид с камеры демонстрируется в зеркале заднего вида. Хоть мультимедиа и не самая современная, зато акустическая система на 15 динамиков от компании Bose. Кресла заднего ряда имеют регулировку по горизонтали и углу наклона. В подголовниках могут быть установлены экраны и Bluetooth наушники в комплекте. Само собой, есть и подогрев сидений. Также в автомобиле доступен третий ряд сидений. По традиции сидеть там будет удобно только детям. Крышка багажника имеет электропривод и поднимается ориентировочно на 1,9 метра. Объем багажника составляет 470 литров при поднятом третьем ряду сидений. Если только два ряда, то объем 1404 литра. Ну а если сложить второй и третий ряд, то получится 2693 литра. И это очень много. Как и все современные автомобили, Infiniti QX80 имеет кучу ассистентов. Такие как удержание в полосе, контроль мертвых зон, остановка перед препятствием и так далее. Шумоизоляция в автомобиле на высоком уровне. Что вы думаете по поводу данного автомобиля? Напишите свое мнение в комментариях.